Можно ли кормящей маме крыжовник, личный опыт кормящей мамы? К таким однозначно можно отнести крыжовник. Вроде бы и простая, но очень интересная и вкусная ягода. Также понимаешь, что твой рацион должен наполняться максимально полезными продуктами, содержащими сплошные витамины. На личном опыте могу сказать, что во время грудного вскармливания начинаешь переоценивать продукты и свое питание. Под запрет попадает большинство ягод, зачастую красного цвета, так как являются сильными аллергенами. То есть клубника, черешня отпадает сама собой. А теперь следует пересмотреть свой рацион, выбрать и употреблять только правильные продукты, чтобы не нанести вред ребенку, который так восприимчив ко всему новому и моментально реагирует на аллергены. Под запрет попадают практически все продукты, которые мы употребляли до его время беременности. Кто как не мы, кормящие мамочки, знаем о том, как тяжело бывает в первые дни и месяцы грудного вскармливания. Того нельзя, этого нельзя, а ведь так всего хочется, да побольше. Польза крыжовника во время ГВ Много слышала о пользе употребления крыжовника во время кормления грудью. Крыжовник благоприятно влияет на зубы новоиспеченной. Мамочки, подлечивает десны, которые как ничто другое беспокоят нас после рождения крохи. А с помощью молока ребенок также получает множество минералов, что является очень полезными для ребенка. Улучшает обмен веществ, что благоприятно способствует сбрасыванию килограмм, которые мы набрали за время беременности. Улучшает работу кишечника, что тоже немаловажно. Дает возможность справиться с послеродовыми запорами маме и не страдать животиками детям. Я употребляла крыжовник на стадии кормления грудью и первой ягодой, которую попробовал мой ребенок был крыжовник. Как парадоксально это не звучит. Что самое интересное, с крыжовника можно приготовить множество разнообразных блюд. Пробовали мы и кисель с него, и компотики. Также очень вкусный десертик можно получить, если соединить творожок, сметану, немного меда и крыжовник. Ну, про пудинги и пироги я вообще молчу. Пальчики оближешь. На моем опыте могу сказать, что это чудо-ягода абсолютно не аллергенна, поэтому кушайте на здоровье и не переживайте, ничего кроме пользы вы не получите. Можно ли кормящей маме дыню? Питание при грудном вскармливании, о разных подходах и способах ввода в питание новых продуктов.